Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Вчера я снимал видео, или позавчера, о том, что в российском театре решили честовать режиссера, который призывал бомбить Москву. Римас Туменас, который в марте текущего года умер, он уехал после начала операции. 13 лет он служил в театре, в Ахтангово, талантливый человек, хотя то, что он как гражданин наговорил о России, а может он гражданином и не являлся, не знаю, как человек наговорил о России, значит, это выше крыши, что называется, да, он не только оправдывал все, что происходит по отношению к России, ярый русофоб, что называется. И вот в театре Ахтангова директор театра по фамилии Крок решил честовать его там в июле в какой-то день, честовать этого человека. Многочисленные патриоты обратили внимание, в числе их и замечательнейшая актриса Яна Поплавская, которая написала пронзительнейшую публикацию на этот счет. И вы знаете, я хочу сказать, что в театре Ахтангова не только отказались отменять вот этот вечер памяти, но и более того, как я сегодня прочитал на телеграм-канале «Культурный фронт», значит, вышла статья, не знаю, заказная она или нет, в московском комсомольце, где, значит, так она называется, «Театр Ахтангова после доноса отменил вечер памяти Римаса Туминоса». При этом я прочитал в телеграм-каналах о том, что некоторые люди звонят и уточняют относительно того, отменен этот вечер памяти или нет, и им говорят, что он отменен, афиши сняты, но билеты не сдавайте. То есть как бы они теперь втихаря вроде как собираются провести, потому что якобы деньги хотят передать вдове вот этого режиссера, и он может состояться втихаря просто. Вдумайтесь на секундочку. Просто на территории России проводить отчествование режиссера, который призывал к таким действиям, более того, хотел поставить там какой-то спектакль, связанный с гитлеровскими там нацистами, то есть это вообще просто за пределами разума. Значит, втихаря просто, втихаря. Самое главное, те, кто билеты покупает, это вообще как? Вы как относитесь к собственной родине? Значит, вот что пишет Культурный фронт. В театре Вахтангово отменен вечер памяти русофоба Римаса Туминоса, и сложно было бы праздновать, но пока рано, можно было бы праздновать. Либералы пошли в контратаку. Возмущение общественности в газете «Московский комсомолец» назвали доносом Ольги Любимовой, то есть написали министру культуры об этом, а одного из лидеров этой общественности, прекрасную актрису Яну Поплавскую, бывшей актрисой назвали. С какого, простите, перепугу пишет Культурный фронт? Недавно снявшийся в фильме Александр Франко «Он и она», Яна стала бывшей. И какие комиссии определяют, перестал артист быть таковым или не перестал, даже если он какое-то время не работал в профессии. Ну и Культурный фронт тут адресует три вопроса владельцу, главному редактору газеты Павлу Гусеву. Значит, вы публиковали текст о массовых доносах либералов. Бла-бла-бла. Но, вы знаете, дело все в том, что... Это вообще, это... Вы знаете, даже слов подобрать, слова сложно. Дело все в том, что донос, я уже говорил, явление анонимное. Что же за донос такой, если во всех... Во всех публикациях написаны имена и фамилии тех, кто выступил против этого, значит, вечера. Это какой же это донос? Обращение к министру у нас вообще-то... Вы знаете, я здесь клеветой как бы не попахивала, потому что у нас в законодательстве прописана возможность и закреплена возможность каждого гражданина обратиться в соответствующие государственные органы. У нас есть общественные приемные, они и онлайн функционируют, и просто так, оффлайн, где каждый гражданин может обратиться по интересующему вопросу и получить ответ. И в данном случае реализовано право граждан на обращение к министру с соответствующим вопросом. Что же это за донос, интересно, такой? Значит, если люди обращаются, соответственно, с таким запросом. Донос это когда никто бы не говорил о том, что кто-то против, и написали бы. А тут все трубят, все шумят, все говорят, кто это, реализует свое конституционное законное право на обращение в соответствующие государственные органы, и какое право иметь газет называть это доносом? Мне интересно. Значит, так, и вот Культурный фронт только что публикует, много противоречивой информации гуляет в сети об отмене и не отмене вечера памяти Туминоса, называется он, кстати, «Здесь не будет смерти». Культурный фронт сообщает, что один из наших админов звонил в кассу театра Вахтангова и получил однозначный ответ, что билеты надо сдавать. «Пустой день». То есть все-таки добились этого. Но вы знаете, какой ценой, какой ценой. Сам факт того, что был намечен вечер празднования режиссера, и это не где-нибудь, а в театре Вахтангова. И директор не просто отменил там, или понимает, что за директор-то там, я не понимаю вообще, который, более того, не просто сначала отказался отменять, а в газете выходит статья, где Яну Поплавскую называют бывшей актрисой, реализованной законом права на обращение в государственные органы, доносом. Это что такое? После доноса отменили. Отменили что? Отменили что, я не могу понять. Запланированное директором театра честование режиссера, который призвал бомбить Москву, а директор театра, если запланировал такое мероприятие, тогда он сам не подпадает ни под что, мне просто интересно, если он планирует такие мероприятия проводить на территории России в культурном учреждении, которым он руководит. Поэтому, вы знаете, друзья, когда такие вещи происходят, и когда ты сталкиваешься с таким хамством натуральным просто, в лицо, в первую очередь, защитников национальных интересов страны, то, конечно, встает вопрос о компетентности всех этих людей. Что это такое вообще? Как это может быть? И почему, в конце концов, активисты, актрисы, люди неравнодушные, блогеры, журналисты должны не просто в общественном поле это все обсуждать, писать письма министру и вот таким образом добиваться всех этих вещей. Неужели сам директор, ну раз он это делает, значит он восхищается, а он именно восхищается им, а может быть он и разделяет его мнение, я задаю вопрос, может он разделяет мнение этого Туменуса? Мне кажется, что нужно очень пристальное внимание обратить на этот театр Вахтангова, и что там в принципе происходит, если там такие вечера, собственно говоря, могут быть запланированы. Ну и я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто не остался равнодушным. Именно вы и есть маркер выздоровления общества, того, что такие вещи не остаются незамеченными. Друзья, что вы думаете на сей счет, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна, ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, еще раз повторюсь, подписывайтесь на мой второй официальный канал Будда Гришна новости в Телеграм, там новости выводят круглосуточно с моими комментариями, ссылочка внизу в закрепленном комментарии в описании к видео. Там больше свободы слов в Телеграме, мы обсуждаем там вопросы коррупции, миграции, внешней и внутренней политики. Да, сегодня я вас там уже поприветствовал, там выходят некоторые видео, которых здесь нет, поэтому обязательно перейдите, подпишитесь, это запасной резервный канал Будда Гришна новости в Телеграм, мы с вами не потеряемся в случае чего. И приглашаю вас на свой сайт, буддагришна.ком, для бизнесменов, предпринимателей, там есть довольно интересное предложение, если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, которые уже сегодня могли стать вашими, посмотрите, заинтересуют, пишите. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.